Всем привет! Вот как назло, только включаю камеру, то дети бегают, то Мика пьет воду, уж есть как есть. Я и так в небольшом стрессе, потому что я наконец-то потихоньку начала включать свою новую влоговую камеру. Я перешла на Sony. Говорят, что это лучшая влогерская камера. Оставлю вам название модели в инфобоксе, потому что я уже сейчас и не помню Z, что-то там. И мне настолько сложно перейти на новую технику. Я думаю, что по моим влогам это заметно. То есть это не касается только чего-то для съемки. Это вообще в принципе у меня так по жизни. Мне нужно сто раз перечитать инструкцию, сто раз что-то там накрутить, чтобы все было так, как надо. Смотришь, вот у всех все так быстро, раз, два и получается. У меня же то цвета не такие, то фокуса нет, то со звуком какие-то проблемы. Поэтому если будут какие-то неполадки, пожалуйста, сделайте мне на них небольшую скидку хотя бы первое время. Из того, что я сейчас вижу, ну чуть-чуть в жизни отличается цвет помады. Ну а в принципе, вроде как терпимо. Мы сегодня собрались на пляжную вечеринку. Мы идем на двойное день рождения наших знакомых. И эта вся тусовка будет проходить на берегу пляжа. И у нас небольшая проблемка, потому что целый день парило, и теперь началась сильная-сильная буря. Прям полчаса лило, как из ведра, поэтому мы опаздываем на час, но я уже при параде. У нас сегодня еще и дресс-код. Не у нас, а у именинниц. Они просили одеться ярко, сочно, красочно, поэтому я в образе. Хотя я не очень себе представляю. Это будет выглядеть все под открытым небом. Может, вечеринка под дождем? О, вот это идея. Сережки у меня сегодня Алиэкспресс. Наконец-то появился повод их выгулять, потому что я редко ношу такую бижутерию. Платье, с одной стороны, оно прикольное, но есть несколько моментиков. Во-первых, оно сильно мнется. Я покупала его совсем недавно на финальной распродаже в Заре. Оно было недорогим. Но когда 30 с чем-то градусов жары, то в нем жарковато, потому что здесь длинная рука. Даже вот эта вентиляция сзади не особо спасает. Оно коротенькое. Я, конечно, без головы, но суть понятна. Тапули у меня из Зары с прошлого года. Так как мы едем на пляж, я решила прихватить их. Если бьют, то хоть будет не жалко. И сумочка у меня тоже из Зары. Так получился практически тотал лук из Зары. И вы знаете, я очень рада, что я не купила сумку из миддл маркета, то есть что-то подороже в таком цвете. Потому что лично мне его сложно носить. Такой непростой цвет, но смотрится эффектно. Она бывает в Заре в разных цветах. Сегодня она сюда вписывается. Мой такой яркий образ, как для меня летний. Я пока что не уверена, что мы куда-то поедем, но тем не менее я готова. Вот как бы ситуация. Но хотя пару минут раньше было гораздо хуже. Мои свечи остались за бортом. Ну, что поделать, уже нечего их спасать спустя 15 минут такого интенсивного дождя. Ждем, когда он прекратится. Мальчики изъявили желание поехать к дедушке на ночь. Зато Мика любят тусоваться, поэтому не едят с нами. На самом деле, я взяла с собой Микусю по той причине, что обещали очень сильную грозу. И так и получилось. Я боялась, что она испугается. Еще интересный факт. Я не знаю, знали вы или нет, но в Польше отмечают 40-летие с таким же размахом, как и 18-летие. Это очень важный юбилей. Поэтому гостей было около 100 человек. Доброе утро. Я тут готовлю кое-что. Это один из моих самых любимых летних рецептов. Хотя нет, я сейчас вам вру. Это не мой рецепт, а рецепт моей мамы. И я настолько хорошо помню этот вкус с детства. И когда начала жить одна, я продолжила готовить то, что делала она. У меня в холодильнике была небольшая цветная капуста. Мы скоро уезжаем, поэтому я думаю, вот так, нужно все израсходовать. Я отварила ее в горячей воде с солью, без ничего. Просто посолила, залила кипятком, варила минут 12, чтобы она еще была такой не сильно как бы переваренной, но и не хрустящей, не полусырой такой, нормальной. Нарезала помидор. Также нам понадобится лимон, яйца. У меня немного цветной капусты, поэтому 4 яйца. Но смотрите, нам нужно столько, чтобы эти яйца покрыли цветную капусту. Ее также можно нарезать помельче, и тогда будем использовать меньше яиц. Желтый сыр я уже давно не натираю при помощи терки. Я использую блендер или мой термомикс. Соль, перец и что еще? А, у меня в холодильнике была колбаска от чоризо. Не хочется ее выбрасывать, тем более, что это очень вкусно, она такая остренькая. Поэтому добавлю ее. Но моя мама в оригинальном рецепте использовала только цветную капусту, помидор, лимон, яйца, сыр, ну и специи. Из специи вы уже поняли, что у нас только перец и соль. О, кстати, пока мы находимся с вами в кухне, покажу такую классную штуку. Мне Тома купил ее в Росмане. Он был, говорил, а глянь, пожалуйста, есть ли. Но я думаю, что в других магазинах это также можно найти. И моя подруга говорила, что на Алиэкспресс такие вещи тоже есть. Что это такое? Это многоразовая замена для пищевой пленки, для фольги. Я вот завернула сюда остаток сыра. Все прекрасно хранится в холодильнике. И вот это такая, типа как, не знаю, пленочка сделана из пчелиного воска, еще чего-то. Но, в общем, мне нравится. И у меня их, наверное, штуки 4. Использую несколько месяцев, и они до сих пор живы. Если найду ссылку на Алиэкспресс или где-то еще, то обязательно поделюсь и с вами. Сначала добавляем соль в яйца и перец. Чуть-чуть взбиваем, буквально, чтобы смешать желток с белком. Теперь сбрызгиваем цветную капусту лимона. У меня такой странный лимон был продолговатый. Первый раз вяжу такую форму. Напоминаю, колбаска не обязательно. Если честно, я впервые делаю с колбасой. Перед выездом нужно освободить холодильник. У меня разрывается сердце, если я выбрасывала продукты питания. Заливаем яйцом. Капуста не должна в этом всем плавать, поэтому окей. Дальше выкладываем помидорки. Кстати, лучше взять вот такие мясистые. У меня, типа, как сливки, наверное, что-то в этом духе. То есть те, которые не будут расплываться, все-таки останется мякоть после запекания. Ну и сверху посыпаем все сыром. Можете взять любой, какой нравится вам. Ставим в разогретую духовку. Я буду запекать при 170 градусах. Но я обычно смотрю по состоянию яиц. Как только они схватываются и расплавляется сыр, я достаю. Потом уже, когда все будет готово, скажу, сколько я держала. Ммм, какой аромат стоит на весь дом. Обязательно попробуйте. Это очень вкусно. И в итоге я запекала где-то 50 минут и при температуре 200 градусов. Поэтому я чуть-чуть ошиблась, но теперь уточнила все. У меня тут совершенно непонятная ситуация. Ко мне приехала огромная посылка месяца два, наверное, назад. И нас не было дома. Ее оставили у соседей. И они забыли мне это отдать. Поставили в гараж. И вот только сегодня принесли. И я жутко извиняюсь. Я не знала, что вообще ко мне что-то такое едет. Клянусь. И оказывается, что это какая-то одежда. Я не знаю. Мне никто ничего не писал, что должно такое доставить. Но сегодня поздно. Уже не буду сейчас это все снимать. Но завтра постараюсь попримерять. Вместе посмотрим, что это. Что-то у меня накопилось несколько покупок. А давайте по-быстрому сделаем. Распаковку. Ситуация следующая. Я дома с детьми. Поэтому они могут бегать на фоне. Также мне нужно паковать вещи. Поэтому я не успеваю полностью все разгладить. Так же, как и составить 100% образы. Но я сейчас примеряю новинки. Из Традивариуса и из Зары. Давайте глянем, что у меня здесь интересного. Вещи недорогие, но есть классные находки. В инстаграме вы просили, чтобы я показала. Поэтому я сейчас здесь. Итак, рубашка из вискозы. Катона и там небольшая примесь льна. Очень классная. Она есть в разных расцветках. И внимание на мне размер М. Я специально взяла и Эску, и М, чтобы определиться, какую в итоге я оставлю. Оставляю М, потому что я ношу рубашки не только так поверх платья, поверх какого-то топа, майки. Но еще и люблю завязывать. Когда у меня шорты, например, на завышенной талии. Когда вот эти хвостики чуть длиннее, это смотрится красивее. По длине, видите, эта рубашка так конкретно прикрывает попу. Поэтому если вы выше меня, то я думаю, что М должна подойти. И я бы даже сказала, что ее можно брать на S. То есть она такая слегка, по моему мнению, маломерит. Или же будет сидеть по фигуре. Сейчас все еще актуален оверсайз. И все-таки, когда тело дышит, это как-то поприятнее. Платье из сеточки, между прочим, оно сразу идет с подкладкой. С вот таким вырезом, с такой проймой, как я люблю. Английская или как там ее все называют по-разному. Очень женственно смотрится, но я быстро сгораю. Поэтому я прячусь от солнца, буду набрасывать рубашку. И еще вечером у нас бывает прохладно, как здесь, так и в Хорватии, в Италии. Поэтому я взяла еще вот эту рубашку, буду носить вместе. Сумка, я взяла ее, потому что мне понравился размер. Но я все-таки пришла к выводу, что я хочу себе купить достойную, какую-то классную, качественную соломенную сумку. Пока что не знаю, какую. И это вроде бы ничего, но я все-таки, наверное, верну ее обратно. Она стоит недорого и, в принципе, смотрится неплохо. Мне нравится носить вот такие нудовые луки с коричневыми цветами, с золотыми аксессуарами. Здесь такие золотые заклепки. Думаю, по поводу сумки. Размер для меня то, что надо, особенно на вечер, не на пляж. А в Заре сейчас есть сумочки и побольше, с черными ручками, с коричневыми. И вот они на пляж или городским каким-то образом тоже хорошо подойдут. Она вместительная, я сейчас покажу вам, там еще внутри есть карман. Возвращаясь к плачью, оно длины миди. Вот у меня прикрывает половину икры. Я его не отпаривала, вот оставила в таком состоянии, как оно приехало. Вижу, что просвечивается этикетка, ее нужно срезать. И шлепанцы вьетнамки из Зары. Это кожа и прикольная модель. Если завязать рубашку таким образом, как я вам показывала, продевая хвостики через отверстие между пуговицами, смотрится очень стильно. И я, пожалуй, буду носить этот наряд с сумкой арахисового цвета. Это Фенди. Томак мне купил ее в прошлом году. И я ее, конечно, обожаю. Мне очень нравится этот наряд, особенно с рубашкой. И сережки у меня сегодня из последнего видео об Алиэкспресс. Но я уже спаковала практически всю свою бижутерию. Там есть такие квадратные. Они сюда вот прям очень хорошо вписались бы. Сумка для своей стоимости, в принципе, окей. Например, в Манго такие были гораздо дороже. Здесь одно отделение, которое не закрывается, и кармашек, который не застегивается. Это все. Такой именно отпускной летний городской вариант. Ну, то есть я вижу, что многие ходят и в городе с такими сумочками. Поэтому, смотрите, нравится или нет, я буду собирать деньги на что-то такое, что послужит мне годы. Заказала две пары обуви. Одну в бежевом цвете, а вторую в больше таком коричнево-карамельном. Эти не кожаные, эти кожаные. Хотя тут кожа, как кот наплакал. И смотрите, вот эти именно на тонкую ногу. При том, что и те, и другие в 38-м размере. И в основном я на 37,5 на плоском ходу и в Заре и в Страдивариусе беру 38, всегда все хорошо. В эти я не поместилась. Вот эти окей. И мне очень нравятся заклепки. Хотя я видела, что девочки в Инстаграме писали, ой, нет, все в них хорошо, но только не заклепки. Мне наоборот кажется, что это смотрится очень стильно. Поэтому я оставляю их. Тем более сейчас вот такие вьетнамки, кстати, в Польше их называют японки. И даже более актуальны, чем вот эти. То есть плетеные есть у всех. А вьетнамки, я говорю, да, оставляю их. Еще черные ко мне едут из Массимо. Я купила их с очень хорошей скидкой. Но покажу, когда уже доедет. А то что тут рассказывать, когда их нет. Я только сейчас поняла, что на мне черное белье. По-моему, оно не просвечивалось. Вот так выглядит. Даже не ткань, а нитка больше, да. Плетение. Платье, и оно у меня в размере S. Не мнущиеся платье, которое вам может не нравиться, но главное, что нравится мне. Это тот вариант, который можно надеть и на пляж. Будет быстро сохнуть. И если получится так, что не успеешь переодеться, то можно идти в город. Достаточно набросить джинсовую куртку или рубашку поверх. Эти платьица есть в разных расцветках. Оно не стоило дорого. Мне понравились такие бордово-коричневые огурцы поверх белого цвета. Это нормальное платье. Вот. Так струится. Это, конечно, закос типа пацетин. Но ткань, это синтетика. В принципе, она настолько вот легкая, какое-то продуваемое, что сегодня у нас жара неимоверная. И мне в нем не жарко. Как и с чем я буду его носить, помимо шлепок на пляж? Я буду надевать джинсовую куртку оверсайз. Спускается Игнат, становится довольно громко. И конверсы. Я однозначно в команде конверсов. Я люблю эту обувь. Мне в них удобно. Я, правда, не представляю, как люди носят светлые конверсы. Они же из ткани. И как их отстирать? Я свои первые покупала здесь, в Польше. Но у нас они практически нигде не продаются. И я покупала их в Америке. Заказывала через бандерольку. И тогда же взяла еще черные, которые я успешно забыла у мамы. Нужно будет забрать. И они очень долго остаются такими белоснежными. Подошва хорошо отмывается. И для меня это очень удобная обувь, в которой я могу гулять часами. Вот такой ненапряжный молодежный лучок получился. И мне кажется, что с курткой и с конверсами уже не выглядит как ночнушка. Томак, а можешь повторить еще раз? Молодно, молодежно. Ага. Так, фокус, не подводи меня. Томак увидел меня в этом платье и говорит, так молодо выглядишь. Я же сказала вам, стильно, модно, молодежно. Платье есть и в черном цвете, с бабочками. Я взяла и то, и другое, и огурцы мне больше понравились. Это я верну, когда уже приеду назад или попрошу подружку, чтобы она занесла. И платье у меня в размере S. Вот, я беру чуточку больше для того, чтобы они не были слишком короткими. Но у них регулируются шлейки, я подтянула практически по максимуму и все окей. Платье, которое я нашла на финальной распродаже в Zara, оно стоило копейки. У меня в размере XS, что очки мне аж нос передавили. И его можно носить вот так, с рукавом фонариком или же спускать его. Мне даже так больше нравится. Опять же, куда-то в город, когда очень жарко, на пляж и так далее. Оно очень легкое, на жару. То, что надо. Грудь в нем, кажется, больше, чем есть на самом деле. Бывать можно с чем угодно. На самом деле, таких платьев сейчас навалом. Но лучше, когда они из натурального материала, потому что они больше по фигуре. Я даже с конверсами буду его носить. Хотя, хоть с черными шлепками, с чем угодно. То, что сейчас на мне, наверняка вызовет шквал негодования, недопонимания. Но, можете даже не комментировать, я все равно это оставлю. Это была шутка. Можете написать, что вы думаете. На деле было такое или нет. Между прочим, вчера пришла моя подружка. И я как раз примеряла эти обновки. Она говорит, слушай, такой прикольный костюм. И Тома говорит, тоже оставляй. Это всего лишь одежда. Это даже не татуировка, которую потом очень сложно будет вывести. Это всего лишь оболочка. И если она отражает ваше сумасшедшее настроение в какой-то день, в какой-то период, что в этом плохого? И так, мой Захар говорит, мама, почему на тебе костюм сенсая? Я не знаю, если мне надоест, или я решу, что это слишком смело для меня. Хотя, то место, куда мы едем, в нем я буду смотреться очень даже нормально. Я уверена, что никто не будет на меня таращиться и думать, господи, почему она в домашнем костюме. Но если я решу, что это было too much, то я буду носить это все дома в качестве домашней одежды. Брючки слегка укорочены. Они, между прочим, в размере XS. И они сидят очень низко. И имею в виду, что они большимерят. И я, скорее всего, не смогу носить их с каким-то верхом, который не будет прикрывать верхнюю часть брюк. Потому что пояс туда особо и не вставишь. Дальше еще добавлю сюда топ-бандо. Потому что тут, наверное, рассчитано на богатую душу. Ну, в смысле, на большую грудь. А у меня с этим, ну, так пропорционально моей фигуре. Вот. И, значит, смотрите. Здесь у нас типа как кимоно. Тоже в размере XS. И оно, конечно, оверсайз. Это не прям супер ткань. Это качество Zara. И я смотрела, у них было много разных костюмов такого плана. И все остальные были слишком такими контрастными для меня. Вот этот горчично-зеленый цвет. Или золотисто-горчичный. Что-то в этом духе. В сочетании с черным. С какими-то аксессуарами. Дорого-богато. Получается, я иду такая вся в стиле Dolce & Gabbana. Ну, а что? Добавлю массивные серьги. Вечернюю сумочку. И будет у меня вот такой прогулочный вечерний вариант. А обувь, которую я заказывала к этому костюму, мне придется вернуть обратно. И скажу, почему. Давайте так. Не совсем даже к этому костюму я думала, что я буду обувать эти мюли к чему-то такому супер скромному. К маленькому черному платью и так далее. И эти мюли есть в разных расцветках. Что с ними не так? Во-первых, я взяла себе 37 размер. Я не знаю, чем я думала. Они не дешевые. Это кожзам. И вы знаете, как бы с одной стороны они выглядят прикольно. Да, так интересно, акцентно. Кто-то любит дорого-богато, кто-то нет. Давайте уже не будем на этом заострять внимание. Дело вкуса. Когда я в них иду, они нехорошо зафиксированы на ноге. И они довольно широкие. То есть на мою не узкую ногу все равно я чувствую, что 37 вот такой свободный. И они с меня слетают, когда я иду быстро. По длине мне нужно было бы 38. Я не стану себе брать 38, потому что они будут спадать. У меня есть другие мюли. И зары в том числе. Они сидят на мне совершенно по-другому. Так, господи, как я испугалась. Туда-сюда, туда-сюда бегают. В общем, нет, это промах. Поедут обратно. Я не знаю, что со мной произошло, но я взяла набор колец. Наверняка вы замечали, что у меня на руках даже нет обручального кольца. На правой руке в том числе. Не знаю. Не люблю кольца на себе. И если уж надеваю, даже вместо обручального у меня Даниэль Валингтон. В таком же размере, на безымянный правый палец. Но тут увидела вот эти и подумала, что для разнообразия можно. Это очень прикольное колечко. Сейчас вот. Видите, такое скромное, стильное. И я не понимаю, почему эти кольца в универсальном размере. То есть как, у всех что, универсальные руки что ли? Видите, вот эти два смотрятся так. Мне подошли не все. Вот это, между прочим, просто знаете, как в комплекте к сережкам из Алиэкспресс. Точно такая же форма и цвет металла. Вот это на меня велико. Я вообще ни на какой палец его не могу надевать. И это очень красивое. Тоже такое стильненькое. Но оно мне велико. На все пальцы. Отвезу маме. Оу, вау. Это то, что было в моей вчерашней посылке. Я люблю платье такого плана. Для меня это действительно лучший подарок. Это то, чем порадовали меня Present Simple. Но я не знаю, что это за коллекция. Скорее всего, их летняя капсула. У меня нет никакой бирки, где был бы указан размер. Можете посмотреть у них на сайте или в их инстаграме. У них все такие лаконичные модели. Я ношу их жакет из шерсти уже несколько лет. И он служит мне отменно. Мне не хочется иногда из него вылезать. И это платье, скорее всего, я надену на какое-то торжественное мероприятие. Возможно, на праздник добавлю жакет. Добавлю серьги с сияющими камушками. Или наоборот, что-то очень-очень скромное. И бежевую обувь, бежевые босоножки. Вот тогда было бы вообще то, что надо. Хотя даже с вот этими босоножками, которые были у меня под рукой, мне также очень нравится. Гляньте, какая ткань. Она тяжелая, такая супер-супер добротная. Да, чем не может, конечно же, отличиться Zara. Это совершенно другой уровень. Очень изящная. И мне так жалко, что практически все лето это платье пролежало где-то. И я даже была не в курсе, что меня ждет такой восхитительный подарок. И также в посылке был костюм. Мне кажется, что он слегка мне великоват. Хотя брюки сели неплохо по талии. Так с запасом можно будет хорошо поесть. Но брючки не мешало бы чуть-чуть ушить. То есть по бедрам они прям супер-широкие. Мне кажется, что это где-то эска. И жакет оверсайз или же опять же велик буквально на несколько сантиметров. Можно подшить. Рукав я и так всегда подворачиваю. Костюм из очень приятного материала. Эти вещи отшиты в Италии. Здесь, конечно, каждая деталь проработана на 110%. Я сейчас на очень высоком каблуке. И как бы это выглядит так. Мне кажется, что если бы я нагладила стрелки, чуть-чуть ушила брюки, было бы лучше. Придется мне переделывать это все. Но в любом случае попробую еще найти такие лекала. И такое именно качество ткани. И чтобы все детали были такими. И последнее, что было в моих покупках, по-моему, я приобретала это онлайн. Насколько я помню, даже по картинке сможете найти. По возможности оставлю ссылки на показанные вещи. Вы знаете, я очень часто покупаю бижутерию на Алиэкспресс. И мои самые любимые сережки именно оттуда. Но чаще всего я заказываю на Алике гладенькие серьги или же в стразах. Тогда они прям супер. Но что касается вот таких моделей из Алиэкспресс, они там такие, вы знаете, дешевые. Не пластик, а металл тонкий. И как-то неровно это все вырезано или как-то выплавляется это все. Поэтому, когда в Заре вижу что-то такое интересненькое и то, что... Блин, эти мухи задолбали. Сколько они будут летать? И понимаю, что я буду часто надевать вот, например, такие сережки. Они бомбические. То покупаю, хотя в Заре, конечно, гораздо дороже. Около 10 евро. Ну, такая нормальная цена именно за бижутерию. Я золото не ношу. Поэтому бижутерия для меня окей. И листья гинго-белобы. Напоминают мне эти сережки. Какие-то лепестки, возможно. Именно для лета. Хотя, почему только для лета? В общем, прикольные сережки. Особенно мне нравятся вот эти. Поэтому, да. Обновление в коллекции бижутерии, как видите. И, по-моему, все показала. Перебирала сумки и нашла наши фотографии с Игнатом из фотобудки. Мы как-то ходили в кино. И он попросился сделать фотки. Осталась вот такая память. Очень прикольная. Мы забавные. Кстати, это был единственный раз, когда я просто-напросто спала. Я реально целый час на мультике проспала. А вчера я час спала на пляже. Я не знаю, что со мной происходит. Но как-то вот вообще нет сил. Поэтому вот сколько сделаю именно в плане быта? Столько сделаю. Когда мы с Настей были в Закопан. Мне кажется, что только я могла такое отчебучить. Мы зашли в Тикой Макс. Туда не было очереди. В Краковский Тикой Макс обычно стоит такая очередина, что дождаться у меня не хватает терпения. Да и времени столько нет. Мы зашли туда. Кстати, там такой красивый ассортимент. Был столько всего. Но я взяла только самое необходимое. Посмотрите, какая интересная текстура полотенец. Я еще планирую заказать обычные белые. Они такие прочные, качественные. Злоредут. И взяла еще серенькие. В надежде на то, что они не будут так быстро застирываться и становиться желтыми. Здесь комплект полотенец для, не знаю, я использую чаще всего для волос. Они такие средние по размеру. И две штучки. И четыре полотенца для лица. Вот именно лицо я вытираю, ну там не знаю, несколько раз и потом меняю. И большие банные полотенца уже просто после душа, да, чтобы завернуться. Я люблю такие, знаете, чтобы они хорошо впитывали влагу. Но, кстати, хороший вопрос, будут ли они впитывать так, как мне нравится. И, кстати, они не были прям супер дорогими. Иногда банные полотенца стоят столько. А еще знаете, что если вы живете в Украине, у вас есть фабрика Ярослав, называется. Вот там полотенца неубиваемые. Но у них с расцветками такими однотонными проблемка небольшая. Может сейчас что-то изменилось, но когда-то мы даже стомаком привозили. Заезжали прямо в магазин при фабрике и покупали. По-моему, у них сейчас есть фирменные магазины по Киеву, если я не ошибаюсь. Надеюсь, качество не изменилось. А это я купила в Пепку. Тоже на распродаже. Я не заплатила 40 злотых, а даже чуть меньше. Это огромный зеркальный поднос. Обожаю такие вещи. И, конечно, мне на праздники это все пригодится. Но по большей части для съемки видео, когда я ставлю косметусик какой-то. И вообще очень прикольно будет выставить сюда ароматы. У меня их приличное количество. Хотя большую часть я храню в шкафу, чтобы они не попадали под солнце. Но все равно. Это однозначно мне пригодится. Я люблю, когда все красиво. Потом на праздники что-то можно выставить и свечи. Даже бижутерию разложить. Супер. И если без скидки, то, девчонки, 10 евро. Это самый большой поднос такого формата, который у меня, в принципе, есть. То есть он реально большой. За 10 евро. Даже меньше. Где-то 9. Это очень-очень внушительный размер. Я не знаю, чем вы занимаетесь перед отъездом. Я всегда устраиваю большую стирку. Во-первых, для того, чтобы все чистое взять с собой. Во-вторых, чтобы вернуться в чистый дом. Даже постель. Поменяла и решила не сушить в сушилке. Такая жара здесь, прям как сауна. Мы находимся под крышей. Так что то, какой тут развесил все. Даже на двери. Это частично мне нужно будет взять с собой. Частично просто какие-то бытовые моменты. Буду сейчас раскладывать белье. Я всегда складываю все в тазик. И потом уже разношу по местам. Поставила я свой органайзер для грязного белья. Из Алиэкспресс, который показывала вам в последней подборке. Он прям идеально сюда встал. И я вижу, что по вместительности все тоже окей. Полотенца какие-то и так далее. Это еще нужно постирать. Господи, как здесь жарко. Пришла в детскую ванную комнату. Еще здесь буду складывать стирку. Я уже, конечно, подзадолбалась. Но это та ситуация, когда если не я, то кто? Томок работает. Я сейчас посвободнее. Поэтому на мне какие-то бытовые дела. И хотела поделиться своими наблюдениями. Я сейчас по-быстрому постараюсь тут все организовать. И бегу к косметологу. Два месяца я питалась очень чисто. Это была такая оздоровительная диета, чтобы почистить организм и убрать какие-то плохие пищевые привычки. Я не ела ничего с сахаром, ничего жареного, никакого фастфуда. Все такое пареное, вареное, запеченное. И у меня была настолько идеальная кожа. Действительно, я не помню, чтобы у меня было настолько чистое лицо. Никаких покраснений, никакой аллергии, никаких прыщей, постакне и так далее. И даже при пухлости все по утрам ушли. То есть я просыпалась прям свежечком. Но бывают такие ситуации, когда вареники и мороженое сильнее тебя. Ты просто не можешь устоять. Я начала слегка расширять свою диету так осторожно. И чувствовала себя прекрасно. И вот эти три вареника и шарик мороженого, плюс стресс из-за походов по докторам. Давайте об этом уже в следующий раз. Я поделюсь, чем это все даже не закончилось. И, наверное, я просто дам себе время принять правильное решение. А не вот так как-то на скорую руку что-то предпринимать. Потому что все довольно серьезно. Как мне казалось, хотя мне дали надежду. И благодаря вашим советам я еще буду искать остеопата. Так вот, я проснулась после этих вареников. После этого мороженого и плюс женские дни. Меня, в общем, немножко обсыпало. Может сейчас незаметно, потому что на мне легкий тинт. Но на лбу появилась текстура. Несколько прыщей. К счастью, это не такие шишки, которые у меня были весной. От которых я практически не могла ничем избавиться. Даже косметолог меня не спасал. Потому что оно было так глубоко. И цвело и пахло на фоне стресса в том числе. Плюс питание. Вот это вот все. Сейчас, конечно, ситуация получше. Но я ж любительница все расчесать. Расчесаю еще шесть. Меня очень сильно кусают комары. Никому ничего. Зато я покусанная вся. И за лицо его здесь. Стоит зайти в тени. Я только что была на прогулке с Микой. И караул полный. То есть, есть места, куда не попадает спрей от комаров. Или на лицо его не брызгаю. И я не знаю. Они ко мне как мухи на мед летят. Так вот. Я решила, что я не буду все расчесывать сама. Потому что мы едем в отпуск. Хочется ходить без макияжа. А если я сама полезу, то все. Это же обязательно долго будет заживать. Я себе сделаю вот такое. Чтобы прям всем было за километр видно. Но это даже не самая большая проблема. Когда после моей чистки. Которую я сама не умею правильно делать. Это все заживает очень долго. И потом остается постакне. Когда ты идешь на солнце. Помните, пожалуйста, об этом. Постакне могут переродиться в пигментные пятна. А вот от них очень сложно избавиться. Поэтому я держала себя как могла. Дабы не расчесать себе все лицо. Позвонила косметологу. Говорю, пожалуйста, возьмите меня. Мне очень повезло. Было свободное время. Поэтому сегодня после обеда я еду к Анне. Буду делать то же самое. Потому что мне очень понравились все процедуры. Которые она мне делала на этом аппарате. Помните, я вам показывала во влоге. И думаю, что обойдется меньшими потерями. Чем я сама полезла бы к себе. И вывод всего вышесказанного. Это чистое питание. К сожалению. Хочешь красивую кожу, красивое лицо. Будь добра. Следи. И отказывай себе во всем. Дело даже не в похудении. Хотя тоже замечаю по одежде, что она сидит лучше. Но вот что касается кожи. Мне всегда казалось, что это по большей части стресс. И так оно и есть. Вот если я еще стрессую очень сильно, тогда с лицом правда очень-очень нехорошие вещи происходят. И такие моменты я часто не снимаю. Или я умею это все маскировать при помощи косметики. И тогда все выглядит более-менее. Но поверьте мне, что бывают такие ситуации, когда ничего не спасает. Просто нужно время, чтобы это все зажило. И, конечно, мне сложно жить в постоянных ограничениях. Типа там, это не ем, то не ем. Потому что все-таки у нас семья. Если я готовлю, то я готовлю на все, кто что ем. В основном не ест Захар и папа. Игнат еще как-то там с удовольствием поучаствует во всех моих историях. С цветной капустой и со всем остальным. А вот то муку, чтобы там панировочные сухари были, чтобы жареные соусы, картошка. И точно так же Захар. Захар у нас копия папы. И что касается пищевых предпочтений и привычек, это тоже очень-очень сложно изменить, как-то искоренить. Но Томак неисправил. Томак тоже любит фастфуд. Что уж тут скрывать. И очень часто, когда, например, мы куда-то ходили в течение этих двух месяцев, я сидела рядом с ними и ничего не ела. Я потом приходила домой, уже ела то, что у меня было. И как теперь быть в такой ситуации, когда у тебя куча работы, и нужно готовить и на семью, и себе отдельно. Это как-то не совсем классный вариант. И я не представляю, как мне их переубедить, что лучше питаться более чисто. Я, конечно, пытаюсь внедрять какие-то более здоровые вариации на тему их любимого блюда. Но это не всегда получается. Плюс, например, мы идем куда-то там в пиццерию. Мальчики едят. Я не ем. Я сижу там, просто общаюсь с ними, но отказываю себе. И так во всем. Всю жизнь есть мороженого. Я не знаю, может съедать шарик раз в два месяца и потом платить еще за косметолога. Но, знаете, и смех, и грех получается. Я пыталась сделать сама мороженое. У меня получилась полная лабуда. Не вкусная вообще, как это. Одна большая льдинка. И опять же, это время. И отдельно себе все покупать. Я надеюсь, что меня не понесет в отпуске. Потому что я не буду есть все подряд. У меня довольно такая сильная сила воли. Но иногда вот просто ты тоже не можешь сдержаться. И думаешь, ах, пронесет. Не пронесло, а нанесло. Тут мне на лицо. Решила с вами поделиться. Хотя очень часто говорят, что питание никак не связано с состоянием кожи. Не питание, а я бы сказала даже ЖКТ. Кому-то позволяет есть гвозди и все прекрасно. А кому-то вот нужно все по лайтове, по ППшне. И только потом, пожалуйста, получи хорошую кожу. Нет? Значит, влечи еще и прыщи. Вот. Ну, конечно, мне грех жаловаться. Ничего прям такого сверхъестественного. Но человек к хорошему привыкает быстро. Два месяца чистой кожи. И потом несколько прыщей. Ты думаешь, блин, за что? Все же было так хорошо. Но организм не обманешь, к сожалению. Так что я до сегодня косметолога. Я стою и оттягиваю момент, когда я начну складывать вещи. Все. Закатываю в рукава. И вперед. В бой. Наша, так сказать, аптечка в отпуск. У нас многие лекарства не продаются без рецепта. Поэтому какие-то подручные, доступные средства стараюсь возить с собой. Помните ситуацию, когда я один раз забыла аптечку. И все. Теперь запомнила на всю жизнь, что все остальное не важно. Главное собрать аптечку. И как раз буду монтировать. Пересмотрю, ни о чем ли я не забыла. В первую очередь, жаропонижающие для детей. Это беру с собой от простуды. Господи, я не знаю сколько. Наверное, года три. А то есть четыре. Постоянно покупаю. Это я заказываю на iHerb. Выжимка из косточек грейпфрута. Очень хорошо спасает от первых признаков простуды. Даже когда не успела или не было попринимать. И потом уже, знаете, очень долго кашляла. Все равно спасает. Развожу в воде. Оно, конечно, горькое, но терпимо. Детям можно разводить в соке. Пантенол. Пантенол от ожогов от всевозможных. Если кто-то неудачно позагорает. Пластырь от ожогов. Не дай бог, наверное, еще один закину. Салициловый спирт для дезинфекции. Перекись. Вот. Не прошло и полгода. Реально, иногда как заклинить, не могу вспомнить. Пластырь. Это типа как уголь, абсорбент, эспумизан. Если вдруг вздутие. Мантиот из жоги у Томака бывает. Это всегда у нас такой дорожный градусник. У меня вообще несколько градусников. В том числе и бесконтактный. Но он занимает больше места. От головной боли. Это если вдруг расстройство. Еще от головной боли. Так, это уже заканчивается. Не берем. Капли для носа, для детей. Стрепсилс. Это понятно. Я всегда беру интенсивный. Мне кажется, что они помощнее. Капли в нос, вот в уши. Антисептик. Еще нужно поискать что-то тоже посерьезнее. То, что я привозила из Украины. У Томака очень часто из-за смены климата, из-за холодной воды в море герпес появляется. Поэтому завиратель берем с собой. Если какие-то ушибы, не дай бог, что-то. Мама когда-то давала мазь. И она, да что это такое? Я теперь тоже беру с собой. У меня вообще есть несколько мазей. Это мои средства тоже на всякий случай, если у меня вылезет аллергия. Таблетки. Мазь для кожи тела. И мазь для кожи головы. Как-то так. Так, еще раз все буду складывать. Пересмотрю, не стоит ли добавить чего-то. Капли. Капли для глаз и для ушей пошла искать. Все, собрала. Кстати, у меня нет какого-то красивого органайзера. Но есть пакет многоразовый. Пока что будет так, пока не придумаю чего-то другого. Может найдется косметичка большая, куда это все поместится. Ну и вот, собственно, приехала посылка из Массимо. Открою и будем заканчивать этот влог. А вот этого я совершенно не ожидала. 38-й. Посмотрите, какие огромные. Хотя шлепки очень удобные. Попробую заказать в размере поменьше. Как такого может быть? На этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мы с вами встречаемся в Хорватии, где будет наш перевалочный пункт. Первая остановка, но мы едем дальше. Будет очень интересно. До новых встреч уже совсем скоро.